Жизнь в интернете Очень часто предлагаются сомнительные, а иногда и смертельно опасные смыслы Все знают о группах подросткового суицида А ведь этот пример не единственный О том, как сделать интернет увлекательным, но и полезным Говорили сегодня на научно-консультативном совете в Следственном комитете России Зачастую бывает в том числе и видео негативного содержания, которые распространяют в сети интернет Сегодня мы хотели предложить нашим экспертам Обсудить вопрос создания положительного продукта интернет для детей Который бы побуждал к доброму, вечному и, скажем так, к совершению положительных поступков И каких-то выбору интересных целей для своей жизни Встречи участников консультативного совета ИСКР по делам несовершеннолетних в стенах ведомства проходят регулярно На этот раз правоохранители, общественники, артисты и представители министерств Подняли тему создания и распространения среди детей социально полезных ресурсов Как привлечь внимание продвинутой молодежи к активной гражданской позиции и развивающему контенту? Как уберечь неокрепшее сознание школьников от манипулирования веб-злодеями? Как сделать так, чтобы позитивные ролики и посты тиражировались активнее, чем шокирующие видео и картинки? Эти вопросы члены совета обсудили совместно с офицерами Следственного комитета Каждый участник высказал свою позицию и внес предложение В таких сообществах, как классика, например, советского кинематографа, сетевой активности подростков практически не наблюдается Поэтому те методы, которые для нас нормальны, они, к сожалению, ненормальны для детей Ну, вернее, не то, что ненормальны, они просто им не заходят, говоря языком молодежи Нам надо общаться с ними на понятном для них языке, для начала вообще понять их язык Профессиональный подход в оформлении, интересная, эмоциональная и лаконичная подача информации И трансляция ее через так называемых лидеров мнений Точное понимание целевой аудитории, для которой создается медиапродукт Вот основные принципы, которые, по мнению большинства участников консультативного совета Помогут эффективно и быстро донести нужные посылы молодому поколению 21 века Будь то незатейливые ролики о вреде пагубных привычек Или же профилактические посты об ответственности за нарушение правопорядка Первое, что мы видим и какое решение мы видим важным Это разработка и принятие федеральной программы по развитию созидательного и позитивного контента для детей и подростков Это большое, серьезное федеральное решение Также мы думаем о детской безопасности в оффлайн режиме Также мы должны думать о детской безопасности и в онлайн режиме Поэтому мы со своей стороны поддерживаем работу Следственного комитета Направление этой деятельности готовы принять активное участие Представить и наработки, которые есть у нас в нашем экспертном совете по позитивному контенту Готовы к разработке федеральных предложений Подводя итоги заседания, офицеры СК России выразили надежду Что сегодняшнее обсуждение даст толчок к созданию для детей положительного интернет-продукта Который поможет направить их энергию и интересы в позитивное русло Продолжение следует... Продолжение следует...